Часть 2 Здесь течение самого метров 7 в секунду бежит у самой реки, говорит Сергей. Да, течение вопреки быстро, но стоп, друг замолки. Что это там под берегом блестит? Да и впрямь, там что-то есть. Держи бинокль, говорит мне Сергей. Лучше бы я этого не делал. И вообще лучше бы промолчал насчет моих дум, находящихся под берегом. Но черт меня дернул посмотреть, что же там есть. Там лежала вышеописанная во всех красотах руда и два трупа. Как я их увидел, спросите вы? Ведь там же глубоко, и они должны были утонуть. Все это условное наклонение, а они были пробиты скалами и висели на них под берегом, подобно как птица-палач насаживает мышей на кактус. Ну что там, кричал мне Сергей. Лучше тебе не знать. Но страшно то, что наверняка это могли сделать волны. Неужели моя коспирологическая теория о том, что их кто-то туда насадил, чтобы, мол, никто сюда не сувался, верна, сказал я Сергею. Дай бинокль, сказал он мне. Ладно, держи, твой выбор. Он посмотрел под вышесказанное и описанное во всей красе место, и по нему видно было, что у него резко упал энтузиазм продолжать путь. Что думаешь, кто это сделал? Спросил я Сергея. Думаю, ты прав, сказал мне Сергей. Но отступать поздно, поэтому, наверное, давай идти дальше. И тут мое географическое и физическое чутье воспряло духом, потому что подул северо-западный ветер. Я сказал, пора, давай. Я прыгнул первым, повернул парашют по свойствам диагонали параллелограммы и полетел, сохранив свой импульс, мол, сколько теряешь, столько и отдаешь. Ушел за уклон и по силе тяжести приземлился на выступ перед пещерой. Серега тоже приземлился идеально. Слушай, да ты молок, сказал Серега. Что? Ветер вообще идеально несет. Ну, я долго рассчитывал, я и должен был так рассчитать. Молодец. Ну, слушай, эти коллеги меня пугают. Ага. Скорее всего, ты прав. Скоро узнаем. Пошли в пещеру. Пойдем. Мы зашли в пещеру, и я включил лазерную установку. Сергей же фонарь. И я понял, что здесь нереально много этой кристаллической руды. Она блестела и переливалась, подобно павлину. Каждый участок лучше другого. Они манили нас, и мы приступили порог. Здесь же начались первые странности. Фонарь Сергея погас. Че такое? Спросил я. Странно. Только недавно аккумулятор заряжал. Стоп. Что это за звуки? И правда. Из глуби пещеры раздавались голоса. И цитировали одну фразу. Вы зло разбудили. Вы зло разбудили. Здесь я не выдержал и снял ружье с плеча. Сергей включил лазерную установку. Но потом не увидел, с кем мы имеем дело. Я толком не успел разглядеть. Но во вспышке лазера виднели силуэты каких-то непонятных существ. А дальше крик Сергея. Пальба. А я ведь тоже добавил. Затем крик Сергея. Пальба. Я ведь тоже стрелял. Поэтому звук был очень громким. А затем вспышка перед глазами и темнота. Как я понял, когда проснулся позже, Сергей в панике крепко приложился на лазерную установку. А как мы знаем, лазер это ускорение света с помощью индивидуального излучения фотонов. Так вот. Я же еще добавил к этому свои 120 десибелл одиночными выстрелами моего карабина. И мои барабанные перепонки не выдержали. И я вырубился. Проснулся я же уже закованный в цепи. Оглядевшись, я даже не мог понять, где я нахожусь. Не было ни малейшего даже отблеска света. Знаете, каково ощущение ничего не видеть. Так вот, я в тот момент узнал. Но позже, через минут 10-15, мои глаза стали привыкать к темноте. И теперь картина помещения, в котором я нахожусь, начала вырисовываться и проясняться. Я понял, что нахожусь в какой-то комнате, выдолбленной из парки. Как, спросите вы, я понял, что это помещение было сделано именно им? Да потому что он стоял посереди огромной комнаты. Такое ощущение, что это все произошло только сейчас. Или недавно. Совсем недавно. Потому что кровь из ушей еще не останавливалась. Я потянулся к ним, издав цепями характерно слышимый в тишине звук. За дверью, как я понял, направлялся перпендикулярно направленный относительно моей комнаты коридор. И с его конца начал кто-то бежать. Я думаю, незамысловатый и некаверзный вопрос будет, куда этот кто-то направлялся. Звук все приближался. Вот тут уже раздался звук открывающейся двери. Как я все это мог слышать, если у тебя лопнули барабанные перепонки, спросите вы? Да видать не до конца они повредились. И тут что-то предстало передо мной. Не могу описать точно, что я тогда видел, но существо было асимметрично и низкого роста. Такое внешнее сходство можно сопоставить с созданием Юпитера, так как оно не дышало, что следует отсутствие внутренних дыхательных путей и носа. По нему было видно, что он пережил немало штормов и серно-кислотных бурь. Вся кожа была изорвана и с шероховатостями, подобно поверхностями луны с кратерами, бубонами и лопными жировиками. Сам же он немного подсвечивался фосфором, и могло сложиться такое ощущение в темноте, что на него кто-то светил. Наши гляделки с ним продолжались достаточно долго. Возможно, мне хотя так и показалось, но уж точно более пяти минут. И я уже стал подумывать, что он заберет меня на свою планету. Может на Юпитер, а может куда еще. Но тут сверху раздался какой-то шорох и выстрел. В ушах отдало так, что, казалось, и так порванные барабанные перепонки взорвутся еще сильнее поперек и вдоль и везде. Существо упало замертво, так и не издав ни одного звука. «Семь шестьдесят два на пятьдесят четыре», — сказал мне тихо Сергей. «Откуда у тебя такой патрон?» «Тебя в сумке нашел», — сказал мне Серега. «Давай, развязывай. Сейчас». И тут с коридора послышали шаги. Вот тут раз много. Так же, как тогда, как мы только вышли в пещеру. Сергей быстро перерезал цепь лазером, и мы побежали. «Стоп! Куда бежать?» «Только сейчас», — подумал я. «Не знаю, ну точно не в коридор. Их там слишком много. Не отобьемся». «А давай вентиляцию, откуда ты пришел». «Давай». Мы залезли в трубу и начали ползти. «Странно», — заметил я. «Зачем им вентиляция?» «Давай подумаем об этом позже», — говорит Сергей. «Ладно». И тут мы вышли, да вышли на край пещеры. Перед нами был обрыв. Слышался звук воды реки Печора, и справа от нас была руда. «Пили ее, быстрей, пили!» Распилив четырехкилограммовый кусок руды, мы услышали, что кто-то лезет по вентиляции. Видимо, мы издали характерно, слышим их в тишине звук. И они нашли насто место положения. Я взвел болтовую винтовку и направил ствол туда, откуда четыре минуты назад вылезли мы. Первый... И тут раздался первый выстрел. Первый пошел. «Давай парашюты!» «На!» — кинул я парашюты Сергею. Пока Сергей расправлял парашюты, я дал повторку. Убил на повал еще одного. Но тут они воспользовались тем, что у меня ручная перезарядка. И начали быстрее выползать из трубы, заполняя помещение все больше, и бежали ко мне. И тут, как назло, закончились патроны. Ведь патроны, а остальные остались у Сергея с сумки. Я был в 35 метрах от него. И тут я понял, что без вариантов. Я побежал к нему и кричал, чтобы он включил лазер. Он включил и, видимо, понял всю серьезность ситуации, в которой мы сейчас находимся. Понял, что я хочу сделать. И начал резать камни, заваливая проход тварям. Завалив путь, мы слышали, как те, кто остались по ту сторону, начали пробирать себе путь. Мы, не став медлить, бросились парашютами вниз. И тут я понял, что надо импровизировать, так как я не рассчитал путь раньше. Я сказал Сергею, чтобы он повторял за мной. Так, говорю я вслух. Нам надо на тот спуск. Поворачиваем парашют, уходим за отвес. Летим, наклоняем парашют. Ловим вихрь и поднимаемся вверх. Так, теперь перегибаем створку. Сохраняем свой импульс и подаемся назад. Так, теперь самое сложное, говорю я уже вслух. Надо подняться туда вверх, наклоняя парашют, и тут я понял, что с рудой никак. Я не поднимусь. Сергей уже залетел вверх, а я, левитиров в воздухе, начал отклоняться влево. Бросай, говорит Сергей. Нет, это же все ради нее. Бросай, или я сам спущусь и отрежу. Ты же упадешь. Не сможешь залезть с ней, она слишком тяжелая. И я не выдержал столько паскалей в один момент. Уши ныли, мировоззрение менялось, в глазах сгущались краски. Время как будто остановилось, и могло сложиться такое ощущение, что вся планета крутится вокруг меня. И я, посмотрев на Сергея и на руду, отрезал створку с ней. Парашют наклонился на 80 градусов вперед, и сам вместе с вихрем вынес меня на уклон к Сергею. Ты сделал правильный выбор, сказал Сергей. Не знаю, но ведь получается все зря. Мы зря столько пережили и зря сюда пришли. И тут из-за скалы над печерой раздался звук. Как будто какая-то веревка силой трения покоя оторвалась и перетерлась. И тут позади меня что-то упало, что-то весомое. Я это даже почувствовал, ведь 45 дБ хорошо воспринимается центральной нервной системой человека. Я видел, с какими глазами смотрел Сергея на то, что лежало позади меня. И обернулся. Да-да, там лежала она. И я, положив ее в стерильный пакет, встал с колен. Ну как ни странно, мы с Сергеем не радовались, а стали как будто более задумчивыми и менее разговорчивыми. Мы пошли прямиком к аэропорту. Шли дни. Краски все больше наливались и приближались к летнему пейзажу, хотя был всего лишь май. Дни величали и солнце становилось жарче. Мы пришли к аэропорту и полетели обратно. Мы прилетели и, отдав директору руду, без лишних слов разошлись по койкам. На следующее утро нам аплодировал, мне кажется, весь мир за самостоятельное изучение и добычу новой кристаллической руды. Нам, конечно же, вручили Нобелевскую премию. И начали уже и эту руду добивать и использовать в промышленных масштабах. В виде цилиндров, кладышей, подшипников, драгоценностей, труб. Этот список можно продолжать вечно. Добытая нами руда оказалась действительно крепка и нужна в хозяйстве. Шли годы. А мы с Сергеем до сих пор не можем понять, что тогда случилось с нами и правда ли все это было. Но сейчас эту руду добывают в больших масштабах. И, наверное, тем, те твари, которые ее охраняют, это в скором времени не очень-то понравится. И они будут давать отпор вследствие такой глобальной проблемы. Но это они вам уже сами расскажут. Точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова